Видишь прорезь? Видишь мушку? Вон она. Она должна оказаться по середине, как в кавкаше. Гриша Соколов юноша спортивный. Он уже успел позаниматься футболом и теннисом. Теперь ходит на бокс. На празднике здорового образа жизни в старом городке молодой человек решил попробовать себя еще и в стрельбе. С хоккеем же у него пока отношения не сложились. Ни разу не играл. А хочется? Ну, не знаю, попробовать, да. Не хоккеем единым занимаются жители Одинцовского района. Пострелять из лука и пневматической винтовки выстроилась очередь желающих. Не меньше оказалось и тех, кто соскучился по полевой кухне. Вспомнить вкус гречневой каши можно было совершенно бесплатно. Но в центре внимания в этот день все-таки зимние виды спорта. Первыми на обкатку льда вышли будущие чемпионы. Ваня Городничев занимается хоккеем уже три года. Его мама Маргарита признается, в будущем сына в первую очередь видят счастливым человеком. И если для этого он завоюет титул олимпийского чемпиона, будет только рада. Ему понравилось очень. Сначала все с роликов, а потом наступила зима и года три назад он меня встал на коньки катать с тех пор. После очередной расчистки льда на поле выходят опытные хоккеисты. В товарищеском матче турнира «Русская классика» встретились сборная Никольского поселения и команда главы Одинцовского района «Армада». Снежная погода осложнила условия игры, но не испортила настроение игрокам. Ощущения самые яркие, самые необычные, наверное, со времен школы. Когда я был маленьким, в шестилетнем, в восьмилетнем возрасте играли. На вот таких коробках и шел снег. Нам было ни по чем совершенно непогода. Сегодня самый правильный день для русского хоккея, для русской классики, именно для уличного хоккея. Потому что идет снег и как в далеком детстве нам все ни по чем. «Армада» стала атаковать с первых секунд матча, но контактная борьба за шайбу у ворот хозяев и льда не закончилась успехом. Инициативу перехватили игроки сборной Никольского, правда, ненадолго. Счет открыл номер 13 «Армада» Алексей Зеленов. Реализовать опасный момент не помешали даже непростые погодные условия. Мы не можем рассчитать полет шайбы, точную передачу. Это так же, как футболисты, когда играют в ливень, в дождь. Это требует особых навыков, особого умения. Потому что все передачи делаются с трудом, с поверху. И непредсказуемо, как отскочит шайба от борта или от соперника. Это сегодня Андрей Иванов и Алексей Зеленов играют заодно. Еще неделю назад они были соперниками. Тогда Одинцовские хоккеисты одержали верх над Горковской снежинкой со счетом 11-5. Ничего удивительного, говорят игроки. «Армада» – команда сборная. Мы очень дружим с командой «Армадой». Я считаю, что все наше хоккейное братство – это одна единая команда. И в Одинцовском районе, и в каждом поселении в частности. На самом деле, хоккей – вид спорта, который объединяет. Это исторический Алексей. Он в моей команде, у нас сборная такая команда, которая играет на центральной поляне, в ледовом дворце нашем. Но когда мы выезжаем в поселение, все-таки приходится делиться по месту прописки. Пока вратарь «Армада» скучал в одиночестве, его коллега из сборной Никольского поселения ловил шайбу за шайбой. Гости предпринимали одну атаку за другой. Хозяева успешно оборонялись. «Угра тяжелая, сами видите, какие условия. Как бы всем нелегко, все в одинаковых условиях. Будем стараться. У них команда, конечно, сильная, но мы не будем сдаваться до последнего». Второй матч турнира «Русская классика» закончился счетом 6-1 в пользу гостей. При этом 4 очка из 6 своей команде принес номер 13 Алексей Зеленов. В следующий раз «Армада» выйдет на лед уже 10 февраля. Теперь ей предстоит сразиться с командой из сборок вторых.